Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня пятница, я вас с этим поздравляю. Я вам расскажу про мой новый аромат. Я в него просто влюбилась. Я сама не ожидала, со мной такого давно не было, чтобы у меня вот такая была реакция на парфюм. Не буду вас долго томить. Это Атар Коллекшн. Хотела сказать Маск Кашмир. Есть немножечко здесь, но я уже забегаю вперед. Это Флёр де Сантал. Я смотрела обзор на этот аромат у многих блогеров. Я его очень хотела, но тут его не найти. Поэтому я ждала, когда мне его привезут. Наконец-то у меня. Вы что тут вытворяете? И он наконец-то у нас, я бы даже сказала. Я уже просто три дня не могу ничем другим пользоваться, потому что это шикарный аромат. Давайте полюбуемся его флаконом. На самом деле, сколько я не смотрела отзывов, все его отмечают, но в реальности он оказался еще прекраснее. Перейдем к самому аромату. Здесь в верхних нотах заявлено груша, перец розовый и ангелика. Честно говоря, слава богу, но я груши тут как таковой не чувствую. Для меня этот аромат стартует такими сливочными карамельками, но при этом уже сразу же угадывается, что в аромате будет такая свежая нота, свежий аспект. И вот этот свежий аспект, он очень сильно похож на маск Кашмир. Но, но, не то чтобы, да, вот этот аромат сначала стартует карамельками, сладостью, лактонностью, а потом это все без следа уходит и остается маск Кашмир. Вот совсем не так. Здесь, кстати, еще в средних нотах заявлен ирис, но я его вот отдельно не чувствую. Вообще аромат настолько сбалансирован, он настолько гармонично скроен, что, ну, не выпирает ни одна нота. Он так дорого, шикарно пахнет. Опять же, он ни на что не похож. Да, я говорю про маск Кашмир в базе, но это не то, что аромат прям, господи, они дерутся. Я вот всегда, вот у меня тихо, тихо моя кошка, вот она терпеть не может, когда я снимаюсь, и вот там вот одни уши торчат. А эти, только я сажусь снимать видео, они бегут тут же сюда. Какие-то просто коты, мечтающие о славе на ютюбе. Может завести им отдельный канал. Так вот, это ни в коем случае не повторение маск Кашмир. Это самостоятельный аромат, очень необычный. Я, кстати, хотела себе приобрести маск Кашмир. Меня, опять же, очень останавливало то, что здесь его не найти, тормозило точнее меня. Вот, но не знаю почему, он до сих пор в моих хотелках. Мне просто так до жути хотелось попробовать эту новинку. И я все время, все время натыкалась из-за этого ютюба с его рекомендациями на обзоры и решила, что вот все-таки выбрать новые впечатления. И я не ошиблась. Потому что тут вроде бы есть вот эта вот пушистая база чистоты, свежести, ухоженности, которая придает. Ухоженность, она тут присутствует, но в то же время тут есть вот эта нота. Я ее называю нотой, потому что все-таки для меня это вот такая цельная картина, да, не отдельно. Там груша, ангелика, молоко. Это прямо для меня одна вот нота таких карамелек, сливочных, сладких, вкусных. И вот эта пушистая база. Я тут чувствую, как будто бы белоцветочность. В масках Кашмир это гордение, но мне больше это напоминает нироли. Такие чуть-чуть цитрусовые, с освежающим аспектом. Вот чувствую я их. Ну, ребят, вы просто вынуждаете меня вот делать вот так вот. Ну, понимаете? Ну, вы дайте человеку записать, ведь вы только что просто сидели, вот так вот лежали и ничего не делали. Почему именно сейчас? Максюш, ну что ты сопишь, малыш? Не обижайся. Ну, не обижайся. Ну, вот мать у тебя блогер. Ну, что поделаешь? Ну, потерпи чуть-чуть, да? Чуть-чуточку, да? Ну, ты моя сладкая сопелочка, сопит. Давай чуть-чуть посидим. Ну, совсем капельку. Ну, совсем, малыш, чуть-чуть, да? Я сейчас быстренько расскажу людям про аромат. И все. И все. Я вообще так много говорю про Маск Кашмир, потому что мне кажется, что я в отзывах не так часто встречала информацию об этом. Конечно, я понимаю, не все должны знать Маск Кашмир, поэтому что уж там. Но я хочу это подчеркнуть, что любителям Маск Кашмир обязательно стоит потестить этот аромат. А еще тем, кто любит молекулярные ароматы, потому что когда я его на себя нанесла, я вот сразу поняла, что он ведет себя как молекулярный. Он кажется, да, что вот ты в какой-то момент перестаешь его чувствовать. Он просто затихает, а потом раз, и от него такой шикарный, красивый шлейф. Это для меня фишка молекулярных ароматов. Это именно то, за что я их люблю. Поэтому, если вы любите молекулярные ароматы, то попробуйте. Еще меня немного смущала в Маск Кашмир такая какая-то медицинская нота. Здесь ее практически нет, потому что она нивелируется вот этой сладостью, которая остается. Но назвать аромат вот сладким я бы не решилась. Вообще, когда я читала отзывы, слушала отзывы, не все, да, но некоторые составили у меня какую-то картину, что это такой чуть ли не гурманский аромат, что вот он похож на какое-то пирожное, лактонное, ну, с карамелью, да. А потом он как будто бы там в базе у него что-то есть, но напиралась, да. Вот я, короче, я себе представляла, что я открою, и это будет пироженка с карамелью. Это совсем не так. Это вообще аромат не об этом. Это, я говорю, аромат для меня в итоге, это аромат чистоты, это аромат свежести, это шикарный аромат на каждый день. Я уверена, что вот его такой легкий шлейф, он не будет никого раздражать, но в то же время он может быть заметен. И он, вот вы его наносите, да, например, в офис, вы сидите у себя там за столом и никому не мешаете. Он не будет вот сам по себе, да, как этот диффузор, который включается, источает аромат. Он не будет так себя вести. Он будет очень тихо сидеть с вами, вам даже может казаться, что его нет. Но там порыв ветра, или вот так вот рукой проведешь, и легкий шлейф, слегка сладковатый, но ощущается вот эта база. Мягкая, пушистая. Я чувствую вот какой-то аспект свежей нироли. Ну, как-то мозг должен объяснить то, что он там чувствует. Нироли там, конечно, не заявлены, там сандал есть в базе. Кстати, про сандал. Аромат немножечко-немножечко соленый, но ни в коем случае не рассольный. Ни в коем случае. Это скорее дает, правда, такое ощущение сандал. Но как будто бы это соль. И даже я бы не сказала, что это какая-то морская соль. Нет. Какой-то вот соленый аспект, древесный, который еще больше придает аромату именно свежести. Он не дает ему скатиться в такую сладость, обычную какую-то карамельность. Нет. В общем, я в невероятном восторге. А еще потому, что я очень люблю ароматы, которые сложно описать. Вот вы сейчас слушаете, да, но вот я вас уверяю на сто процентов, что когда вы это попробуете, вы все равно поймете, что это не то, что вы себе представляли. Вот настолько он самобытный. Это не похоже, хотя я пытаюсь описывать через какие-то ароматы другие, опять же через маскашмир, но это не похоже на него, не похоже ни на один аромат. Вот я рекомендую вам его потестить. Да, я, получается, заказала его вслепую, но я была на 99,9% уверена в том, что он мне понравится. По многим показателям это должно было произойти. Вот. Но даже это превзошло мои ожидания. Мне просто хочется сейчас пользоваться только им. И, кстати, что меня еще поразило, да, я тестирую ароматы, сижу под кондиционером, чтобы понять, как он ведет себя в холоде. Но я в нем и выходила на улицу, прямо на жару, до 30 градусов у нас было недавно. И он и там себя вел хорошо. Он больше проявился вот этим свежим аспектом. А вот сладость скорее каким-то оттенком была. Мне, кстати, она очень необходима, потому что на мне совсем ароматы без сладости как-то прям сильно одеколонятся и уходят в мужскую сторону. Поэтому мне надо, чтобы хотя бы капелька была. И вот он в жару себя вел тоже идеально. Он супер универсальный. Вот. Поэтому, если бы у меня не было всех моих 200 ароматов, я бы спокойно могла вот купить себе этот аромат и пользоваться только им. И уже хочется сладенького, вот оно тут есть. Хочется свеженького, вот оно тут есть. То есть бело-цветочность незаявленная я чувствую. В общем, для меня тут прям все, все есть. Все, все, что я люблю. Короче, я нахваливаю этот аромат. Ну просто, знаете, когда тебя так приятно удивляет аромат, это дорогого стоит. Особенно, когда ты уже очень много с чем знаком. Это, конечно, поражает. Я сейчас подумала, что я еще тут чувствую как будто кашмиран. Вот для меня все, все вот эти вот ноты, которые собираются вместе, да, сандал, мускус, немножечко перца там в верхних нотах, он ощущается. Для меня это дает ощущение кашмирана. Не советую покупать слепую. Не слушайте вот эти все дифирамбы, да, потому что, опять же, он на каждом человеке может открыться индивидуально. Поэтому потестите его, потестите обязательно. И, может быть, у вас будут такие же впечатления, как и у меня. Но, опять же говорю, вам, может, он также понравится. Но я практически на 100% уверена, что то, что вы себе представляете сейчас, все равно окажется другим. Вот такой необычный аромат. У меня такое же ощущение от Blanche Bette, L'Equise de Magenerie. Там тоже, вот сколько я не слушала обзоров. Когда я получила этот аромат, я поняла, что я его вообще представляла не так. Он мне понравился, но оказалось, что он совсем другой. Есть вот ноты, да, там прям так заявлены, ноты, мистическая нота. Вот здесь я бы сказала, что это уже есть какая-то мистическая нота, которая вот как будто соединяет весь аромат, проходит лейтмотивом. И я не знаю, как ее описать. Ни одна нота, которая там заявлена, она вот, она не передает это ощущение. Короче, просто какой-то магический аромат для меня лично. В общем, друзья, это моя любовь. Смотрите, ну-ка, ты успокоились. Такие, ну все, надо снимала. Нам уже не надо портить кадр. Ой, смешные они. А Тихо лежит? Вот Тихо у меня всегда лежит. Вот она никогда вообще не лезла в кадр. Никогда ей даже это не нравится. А эти какие-то звездные коты. Все, друзья. А может, потому что я их с самого... Первого момента, как они появились, у нас начала снимать. Они привыкли к камере? Наверное, да. Наверное, это я из них сделала. Таких котов. Все, друзья, спасибо, что вы были со мной. Опять же, да, я знаю, что я сейчас пела Дефирамбы аромату. Но, да, я ни к чему никого не призываю. Просто мне он очень понравился. Поэтому обязательно рекомендую, как минимум, его потестить. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Я об этом никогда не говорю. Но вроде как YouTube может не присылать сейчас вообще рекомендации, если колокольчик не стоит. Поэтому сделайте это все. Я всех целую, обнимаю. Хорошей вам пятницы. Отличных выходных. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok